Можжевельник. Горизонтальный описание. Лучшие сорта посадка и уход. Горизонтальный можжевельник. Одно из самых популярных в ландшафтном дизайне растений. Оно удачно сочетается с прямостоячими сортами декоративных кустарников, цветами, малыми архитектурными формами. Кроме этого, такой куст имеет важное экологическое значение. Один гектар посадки растения, благодаря своим фитонцидам, способен обеззаразить огромный мегаполис. Что такое можжевельник? Можжевельник горизонтальный относится к вечно зеленым хвойным кустам и так понятно из самого названия отличается разрастанием в ширину. Такое растение называют стелящимся. В высоту, в зависимости от сорта, оно может вырастать от 10 до 45-50 см. Окружность кроны или, другими словами, разбросанность куста может составлять 1-2,5 метра. Куст растет очень медленно. Его ветви очень вытянутые. Иногда они покрываются молодняком, яркие молодые отроски или иголочками с максимальной длиной 5 см, чешуйками 2,5 см, восточной долготыну. Можжевельник горизонтальный цвет растения зависит от сорта, но в основном можжевеловый куст имеет зеленый или синий-зеленый оттенок. Бывают кусты серебристого и желтого цвета. С приближением осени растение часто меняет свою окраску на коричневый или темно-лиловый цвет. Плод куста – шишка ягода, что созревает в течение вторых лет. Как правило, она имеет более темный оттенок. Важно! Лежащий можжевельник горизонтальный относится к мороза, ветра и сухостойным растениям. Популярные сорта. Специалисты выделяют более 100 декоративных сортов горизонтального можжевельника. Ниже приводится сравнительная характеристика наиболее популярных из таких. Можжевельник Golden Carpet сорт выведен еще в 1992 году. Особенно популярная у садоводов разновидность, хотя и растет сравнительно с другими сортами, медленно. Максимальный рост растения – 30 сантиметров в высоту. Что касается ветвей, то они могут разрастаться до 1-1,5 метра. Это довольно плоский куст. Хвоя имеет форму иголочек зеленого цвета, ближе к основанию желтого на конце. Чувствуя приближение морозов, растение меняет цвет хвои на темно-бурый. Можжевельник Эсблю Можжевельник Эсблю – этот лежачий куст. Гордость американской селекции 1967 года создания. Высота этого растения очень редко превышает 15 сантиметров. Диаметр куста 2 метра в среднем. Крона отличается плотностью, благодаря чему весь куст выглядит длинным и густым. Хвоя этого сорта имеет вид чешуек. Летом она зелена, голубая, зимой – лилого-синего цвета. Плотно разрастаясь по земле, куст создает собой естественный зеленый коврик. Плод куста – небольшая синяя шишка ягода, размером до 7 сантиметров. Можжевельник Нано-сорт был выведен специалистами США еще в 1922 году. Это низкий куст, который в высоту может подняться максимум на 0,2-0,3 метра. Зато он прекрасно прорастает в ширину до полутора метров. За один год Нано расползается примерно на 15 сантиметров. Побеги у растения короткие, но достаточно жесткие. В конце они немножко приподняты вверх, очень плотно расположены друг к другу. Это дает возможность очень удачно совместить растения с каменными композициями. Хвоя можжевельника игольчатая. Имеет голубовато-серый цвет. Можжевельник Андорра Варриега – это вечно зеленое и очень компактное растение. Высоту также как и Андора компакт может вырастать до 0,4 метра, в ширину до полутора метров. Куст имеет форму плоскую, круглую подушковидную. Особенностью растения является кремового цвета пятна на темно-зеленых веточках. Кора растения гладкая и нежная в молодом возрасте, но со временем начинает темнеет и трескаться. Растет небыстро по 10 сантиметров в высоту и ширину в год. Можжевельник Андорра Варриегата – можжевельник Блюфорест. Очень особенным сортом является можжевельник почвопокровный Блюфорест. В сравнении со многими другими растениями своего вида он достаточно высок, может увеличиваться на 40 сантиметров в высоту. Как правило кусты сорта не широкие, до 0,5 метра. Основные веточки короткие, однако гибкие. Они покрываются мелкой хвооль-чешуйкой. Серебристо-голубой цвет растения способствует его привлекательности и позволяет создавать особые дизайнерские композиции. Агротехника выращивания. Хотя горизонтальный можжевельник – сравнительно неприхотливая культура, между тем не все его сорта имеют одинаковые потребности. Поэтому целесообразно сравнить условия высадки и ухода для нескольких сортов. Можжевельник Golden Carpet больше всего любит солнечные места. Если его посадить в тени, тогда он теряет свой золотистый цвет, становится более темным. Почва должна быть для него щелочной или слабокислой. Может выдерживать довольно сильные морозы из-за сухопочвы, однако чувствителен к сухости воздуха. Оптимальная схема посадки – 0,5-2 метра между отдельными кустами. Высаживая растение, нужно учитывать его размер и возраст. Посадочная яма для взрослых кустов может достигать 70 см в глубину. Корневая шейка при посадке не должна быть углубленной в землю. Посадочная яма уход за растением предусматривает обильный полив в течение первой недели после посадки. Систематический полив в засушливый период – неглубокое рыхление, особенно когда растение еще молодое. Ежегодное удобрение, например, не траммофоской или универсальными средствами. Существенно не отличается посадка можжевельника Ice Blue. Куст неприхотлив в почве, но лучше растет на кислых и щелочных участках. Любит куст, суписанный с угленистой территорией. Так же как и Golden Carpet Ice Blue должен иметь достаточно света, однако, в отличие от предыдущего варианта, может неплохо расти и волутень не. Полная тень вредит растению, оно теряет свой привлекательный вид, становится тусклым. Владельцу нужно следить, чтобы в диаметре 40-90 см от ствола не было никаких сорняков. В зависимости от сезона и влажности почвы, поливать растение нужно от 1 до 3 раз в неделю. Оптимальная пропорция воды 10-30 литров на взрослый куст. Весны растение нуждается в откормке азотными удобрениями, зимой калинами, летом фосфорными. Можжевельник Прокумбия насна, оно лучше всего растет на суписных светлых местах. Разрешается незначительная полутень, однако полная тень вредит растению. Почвы со слабокислой и нейтральной реакцией больше всего подойдут растению. Оптимальное расстояние между кустами нано должно составлять от 0,5 до 2 метров, в зависимости от возраста и размера растения. Важно! Сорт нано не выдерживает снежных навалов, потому кусты нужно защищать в зимний период покрытием. Куст нужно подливать в засушливый период, 1-2 раза в год можно подкармливать универсальными средствами. Не выдерживает кусты и застоя воды и чрезмерного удобрения. Можжевельник, распростертый варегатной, хорошо растет на дренированных, обогащенных витаминами суписных и кислых почвах. Если есть возможность, лучше высадить растение на солнечном месте. Полутень также возможна, но не самый лучший вариант. Высаживается по тому же варианту, что голдер карпин. Растение нуждается в частом, но умеренном поливании. Время от времени, особенно для молодых растений, должно проводиться рыхление. Форестблю прекрасно растет на умеренно сухих территориях. Лучше всего ему подходят почвы со щелочной или кислой реакцией. Как и многие другие сорта можжевельника, взрослый куст должен высаживаться на глубину 70 см. Учитывая удлиненную форму растения, размещать кусты разрешается с дистанцией 0,5-1 метр друг от друга. Поливать растения нужно с учетом влаги почвы. Для этого сорта 2-3 раза в год рекомендуется санитарная обрезка. Полив можжевельника преимущества и недостатки сорта. Как и все другие растения, можжевельник имеет свои преимущества и недостатки. Анализировать их наиболее правильно на основе конкретных примеров. Как дает понять описание сорта в специализированной литературе, можжевельник горизонтальный голденкерпе получает высокие похвалы. За свой необычный зелено-золотистый цвет, густоту хвоя, влагостойкость и морозостойкость, неприхотливость к почве. Основными минусами растения следует назвать очень медленный рост. За 10 лет своей жизни растение может вырасти до 0,1 метра в высоту. И до 1,2 метра в ширину. Потребность в хорошем естественном освещении. Можжевельник S-Blue может похвастаться сравнительно непритязательным уходом и густой мягкой хвоей. В отличие от других сортов можжевельника горизонтального, этот вообще не требует стрижки. Основным минусом растения можно назвать склонность к некоторым растительным заболеваниям, в том числе кашутти, фузариозу, альтернариозу, ржавчине можжевельника. Больше всего ценится сорт нана за непревзойденное сочетание с каменистыми композициями. Куст прекрасно может прорастать в различных климатических зонах и на разных почвах. Главным его недостатком следует назвать склонность к загниванию в период застоя талой воды. Важно! Легко ломаются веточки этого куста, если на него падают тяжелые предметы или большим слоем насыпается снег. Главное преимущество можжевельника Андорова Риегота – его компактность. Растение с легкостью пересаживается и хорошо принимается на новых солнечных участках. Белые вкрапления выделяют этот сорт среди других, что позволяет интересно сочетать декоративный куст с другими растениями. Блюфорест – морозостойкое растение. Благодаря своему росту оно выгодно отличается в общей садовой композиции. Растение фактически никогда не болеет и не требует особого ухода. Своего насыщенного цвета куст не меняет даже в зимний период. Растение может прививаться на штамп. Серьезных минусов нет. Единственным его ноль можно назвать необходимость в обработке от баутинного клеща. Использование в ландшафтном дизайне. Особенно интересным и изысканным получается ландшафтный дизайн, если использовать в его создании горизонтальный вид можжевельника. Интересные композиции удается создать дизайнерам в скандинавском и английском стилях. Первый отличается такими элементами, как строгость линии использования можжевельника желтого и желто-зеленого цветов. Уместным для скандинавского стиля станет сочетание разной высоты можжевельников. Можжевельник скальный мунглу сложно себе представить ландшафтный дизайн в английском стиле без такой хвойной культуры, как можжевельник. Лучшим вариантом для этого случая станут кусты правильной формы, например, шары или квадраты. Предпочтение нужно отдавать растениям с иглами синего и зеленого цветов. В английском ландшафте горизонтальный можжевельник не будет основой дизайна, однако поможет дополнить общий пейзаж. О высадке можжевельника стоит также задуматься сторонником японского «восточного» стиля в ландшафтном дизайне. Строгость форм в сочетании с контрастными яркими цветами помогут правильно расставить акценты. Каменные островки хорошо сочетаются с различными сортами горизонтального можжевельника в японском стиле. Важно! Для дизайна в восточном стиле предпочтение следует отдавать кустам с красной, коричневой и желтой хвоей. Самостоятельное использование горизонтальных можжевельников в ландшафтном дизайне выглядит очень однотонно и неинтересно. Специалисты рекомендуют сочетать эти растения с многолетними цветами, низкорослыми деревцами и другими декоративными кустами. Так, на фоне каменистых территорий горизонтальный можжевельник прекрасно сочетается с вересками и карликовыми барбарисами. Отлично сочетаются разные сорта хвойных кустов с горной сосной, низкорослыми видами и елок плакучей лиственницей. Если хочется сделать сочетание с камнями, тогда лучше остановить выбор на валунах гранитной крошки. На заметку, неудачной окажется композиция, если горизонтальный можжевельник посадить вместе с большими садовыми цветами и с пышными широколистенными кустами. Подойдут эти хвойные растения также для создания альпийских горок каменистых садов, альпинариев, ракариев, обустройства подпорных стенок, живых изгородей, бордюров, террас. Прекрасно хвойные низкорослые кусты подходят для озеленения прибрежной зоны. Продолжение следует...